лексус друзья как много в этом слове для сердца русского слилось это такое ощущение что подержанные машинки стоят да но мы просто запарковались вот движемся в сторону дилер шипа светик мы знаем какую примерно модель мы хотим скажи вот то что наташа quick на днях покупала она тоже не делают уже восемнадцатом году они тоже только 17 года и она была крупновато да понимаешь мы их никогда не видели в общем друзья мы мы порылись на интернете видели две модели вчера и понять какого они размера было сложно мы подумали пойдем к мы вот сюда и посмотрим значит мы готовы на самом деле даже взять и пользованную такую но достаточно новую там годик-другой на какое-то время то есть может быть мы потом ее отправим через пару лет когда появится что-то более выдающиеся да а вот очень симпатичный фольксваген кстати свет вот если он был вот точно такой же но лексус я думаю тем вполне устроен но это не лексус это голов он электрические света не нужно но во всяком случае и по размерам и по дизайну такому симпатично 23000 они хотят за него шестнадцатого года машина вот мы зашли внутрь это это вообще типа танк я даже не знаю честно сказать но вот куда на таком танки можно было бы я не знаю это как бы не городская машина все что-то зверь какой-то да не знаю идем дальше а это еще один танк это было значит вот этот красненький the gx 460 а этот lx 570 все-таки разные хотя по размеру у меня такое ощущение что они достаточно похожи хоть бы кто обратил внимание на блогера с камерой вот никто этот поменьше уже про этот немножко поменьше ну-ка что у них тут да здоровенские такие знаете вот у меня тоже вроде минивэн но но чтобы вот с таким цинизмом знаете здоровенный смысл это rx 350 л вот сидит много народу тут все это очень открытенько так хотя конечно по уровню красоты и эстетики я бы сказал из того что мы сегодня видели вот мерседес был наиболее таким новым дизайнерским так называем это что-то спортивненькое тут вот у нас какие-то седаны так ну хорошо а они седаны они танки есть кроме танков есть вот какой-то но тип моего сейчас мы глянем зайдем сзади у него и посмотрим да это практически как мой даже я не знаю чисто внешне я не вижу разницы но написано nx 300 вы знаете что это меньше моего он сзади похоже чисто субъективно вот мне так кажется что он сзади поуже немножко будет а вот по моему наталья покупала nx 200 чуть поменьше было не растут каждый следующий год у них такая тенденция что-то там накручивать размер спросил у работника я говорю хэчбэки имеются он говорит хэчбэков не мая мы их дисконтиньет но есть вот там прошлогодние вот здесь по левую руку как вы называете сети сети 200 да вот один я нашел сети 200 эйч спортивненький такой так 25 тысяч пятнадцатого года ну не знаю ты конечно светлана должна смотреть ну вот есть есть вот такой сейчас пойдем посмотрим она там тоже что-то нашла показывай свой этот этот сети 200 эйч и пятнадцатого года пойдем посмотрим так я пойдем глянем я знаю что там 10 тысяч там был две белых машины так 10 тысяч ну этот стоит 25000 вот вот тот же там серенький серенький стоит но он трехлетний так а где-то где тот что ты говоришь где а господи амин прошел значит так смотрим это 17 года гибрид хорошо семнадцатого года сколько наезжено они хотят за него вот он семнадцатого года тридцать две тысячи нет это цена майло 10 тысяч да вот это то что я видела 10 тысяч ну открыто дверка нет попробуй видишь что тут нету для ключа нету для ключа посмотри конечно закрытый закрытый а тебя как гибриду ты относишься хорошо к идее так ну надо знать кого-то позвать тебя устроит вот такой белого цвета но там есть серенький нет серенький там очень много хорошо серебристым оттенком да я тебе скажу что она чисто внешне очень мило очень мило нам надо чтобы нам и открыли ну пойдем позовем кого-то их тут много оказывается разных годов и 25000 и 24 там и так далее продавец говорит что заряжается батарея от бензина и если ты запит на наполнил бак едешь в лос-анджелес а это отсюда но в общем часов там 78 вот и он говорит что тебе не надо будет заряжаться и ты доедешь у тебя еще четверть бака будет свободно то есть за счет батареи и бензина так цвета это аж а что вы сейчас высматриваю а та была семнадцатого их должно быть две но вот их на самом деле тут какое-то количество и он пошел выяснять какие поновее цвет а как тебе нравится с черной крышей свет с черной крышей тебе больше нравится так это подешевле чего-то она подешевле но я не вижу вы и блочке на ней ну что же такое а вон там есть отклеилась значит что они тут говорят пятнадцатого года пятнадцатого года автора вот вот они все по отклеились вот сюда ушла вот она ничего на ней прочесть нельзя окей в смысле ценового диапазона друзья мы на самом деле достаточно гибкие то есть с одной стороны ты не хочешь переплачивать с другой стороны в общем ну сколько стоит столько стоит другое дело что поскольку мы сравниваем разные машины вот когда прошлый раз я свой лексус покупал я сравнивал то мне 4 5 разных машин и получилось что я не думал лексус покупать на самом деле но так получилось что за те деньги которые стоил лексус я получал намного больше чем за машину которая на десятку дороже стоит другой фирмы то есть было просто бессмысленно покупать что-то кроме лексуса в тот момент вот поэтому у нас такая логика нет особых привязанностей и нет особых предубеждений хотя знаете как бывает вот 15 16 лет назад мы столкнулись с тем что у мерседесов было с качеством неважно что на моей машине что на свете мы ездили на двух мерседесах разу один немецкой сборки один американской и то и другое было не качество хотя были элементы исключительно симпатичные но так этот стоит написано 17 года 29 988 так ну что он симпатичный ну что он симпатичный ну что он симпатичный и делают у нас если там варанты как цифры 75 какой интерьер значит симпатичный варантин варантин это не может на время это не может быть не может быть ни может быть ни у природы ни кто не может быть они просто когда года это классный начала да если у меня было бы что мы еще еще сейчас есть какие там Бумпер-to-bumper? Да. Энжин, трансмиссион, базиск, роза-эссистент, вы получите флэт-тир, раунд-эрф-газ, джампер-кабель, лок-авто, тракт включен. И плюс 2-х годов, 4-тайм-сервис бесплатно. Для 2-х годов, вы не должны платить ничего. Для сертифика. Очень хорошо. Да, раньше, вы получили только 1 ойл-чанин, и гарантия до 100,000 миль только. Сейчас, миллиметр-миль, и вы получили 2-х годов, 4-тайм-сервис. Они получают лучше. Да. Ну, мы не сможем получать 100,000 миль в 5-х годов. Не важно. Не важно. Не важно. Если у вас еще есть гарантия, то у вас есть гарантия. Хорошо. Очень хорошо. Я взял себе тут кофейку такого, ну, как положено. Без сахара, без кофеина. А света там, вы видите, вот в этом белом автомобиле, где написано на стекле 29 900, что-то такое, сидит и разговаривает с продавцом. Я могу сказать, что вот я не вижу, ради чего надо потратить, там, скажем, 30 тысяч на такую машину. Учитывая, что та, что у света есть, она почти новая. Ну, в смысле, там пробега никакого нет. Там 30 тысяч, там, с копейкой. И в принципиальном плане, когда мы смотрим, что там внутри, может быть, есть небольшая разница, там все-таки на 9 лет моложе, но все равно это как бы вот, я не знаю, как Петька с Василием Ивановичем, которые там за бесплатно ели дерьмо, понимаете. Вот. Я думаю, что надо что-то такое приобрести существенное в качестве, чтобы сказать, что стоило тратить на это деньги. Ну, сейчас посмотрим, что скажет света. Когда вы покупаете машину, то зачастую вы старую просто отдаете здесь, оставляете, и они вам что-то за нее, ну, в зачет какую-то сумму дают. Дело в том, что машинами 10-летними дилершипы не торгуют. Вот там, где у них стоят пользованные, вот как вот эти, вот написано, Pre-Owned, видите, вот, написано Specialty, Special of the Week, да? Pre-Owned. Pre-Owned новенькие более-менее, ну, там годик, ну, два, я не знаю, там может быть три. И 10-летних машин тут нет. Что происходит с 10-летними? Их сдают на аукционы, и аукцион говорит, вот, за сколько он ее заберет. Вот, собственно, и все. Поэтому, для того, чтобы определить цену вашего автомобиля, остаточную, надо дать им то, что называется Vehicle Identification Number, V-I-M, ВИН, и вам скажут, ну, поскольку мы в этом дилершипе когда-то покупали наши два Lexus, оба, то там есть данные на Светину машину, они сейчас пойдут глянуть с продавцом, какую цену ей предложат. Потому что, когда мы были в дилершипе в Мерседесовском, и у нас не было с собой документов на Светину машину, то они не знали, по чем вещь. Логика событий сегодняшнего дня привела нас обратно в офис Мерседеса и привела нас вот в то место, где должна была бы сидеть Лена, но сказали, что она за это время куда-то отошла с клиентом. Сидим, ждем. Светочка, какие вот так мысли, что можно сказать? Ну, такие мысли... Погромче только. Здесь шумно, на самом деле, в помещении. Мысли такие, что новая машина лучше, чем старая. Все-таки. И все-таки машина, которая в Мерседесе, это не хэтчбэк, это на самом деле такой маленький SUV. Он удовлетворяет моим требованиям. Вот у меня есть некоторый образ в голове, да? И, действительно, вот та машина, которую мы видели в Эксусе, во-первых, она старая, да? Да. На ней наезжено там 13 тысяч миль. Это практически новая. Дело не в этом. Дело в том, что и моя машина тоже практически новая. У меня наезжено 39 тысяч. Но она, действительно, ничем не отличается. Меняет шило на мыло. И, в общем-то, она не такая дешевая. Это только из-за формы багажника, фактически. Из-за формы багажника оно как бы не стоит. И, кроме того, даже в моей машине, вот она десятилетней давности, больше фишек, чем в этой машине. Даже так. Еще более аскетичная. Вот она идет только. Нет, это не она. Это не она. Да. Вот. Более аскетичная, чем моя. То есть там фишек гораздо меньше. Здесь вот мы как бы прицениваемся к модели, которая действительно имеет очень для меня существенные вещи. Там была это парковочная помощь. Это для меня масло. Она бикает, если там рядом машина проходит. Все очень удобно. То есть, с точки зрения безопасности, у нее есть некоторые фишки, которые действительно на каждый день ты будешь использовать и получать удовольствие. И это приятно. Единственное, что вот все-таки у меня некоторое недоверие к Мерседесу, как... Остаточная с прошлого раза. Остаточная с нашего вот опыта, да. Но вроде бы говорят, что лучше все стало. Ну, все-таки прошло 15-16 лет. Я думаю, все изменилось в лучшую сторону. Ну, это мы надеемся. Ну, мы надеемся. Значит, тут еще есть момент. Нам должны какую-то денежку дать за машину, правильно? То есть, на Лексию нам ее оценили во что-то. Да. И мы хотим понять теперь, во сколько это оценится здесь. Будут ли они нам делать мэтч такой, да? По цене, да. По цене. Потому что это большая, конечно, экономика. Ты можешь старую машину сдать. И, конечно, можно продавать самому. Но продавать самому, это, в общем-то, хлопотно. И ты должен... Мы, честно говоря, никогда этого не делали. Мы не сделали, но у нас знакомые делали. И потом, знаешь, когда продаешь очень дешевую машину, ты себе человек просто взял и заплатил наличными денег. И все-таки лечит о довольно-таки большой сумме. И из кармана тебе ее не вытащат. А как с финансированием... Твоя машина 10 лет назад стоила тысяч... Может, 38 с чем-то. 38. Ну что же. Вот. Поэтому, в общем, так вот получается, что экономически и с точки зрения здравого смысла имеет смысл взять новую машину и еще в следующие 10 лет получать в нее удовольствие. Просто мы меняем раз в 10 лет. Мы не меняем каждые 2-3 года. Есть люди все время меняют. Да, я не люблю... Вот мне сейчас придется привыкать к новым контролкам, ко всем. Там панель другая и все такое прочее. Ну да, как-то мы уже, наверное, старенькие стали. Уже так не хочется переучиваться и все это... Осваивать и все фишечки. Но она такая, в общем, приятная, действительно. От нее хорошее впечатление остается. Я хочу сказать еще, тут, знаете, с возрастом такой момент добавляется. Ты думаешь, вот я сейчас куплю машину, мы и так по 10 лет ездим. И думаешь, не последние лет машина в нашей жизни. Да, то есть вот... Сколько еще ездить? Если, допустим, сейчас мы взяли и через 10 лет менять, то это уже, получается, нам там будет за 70. Но это еще неизвестно, будем ли мы ездить в это время, да? Нет, ну, неизвестно, Света, даже будем ли мы живы. Но как бы... То есть берешь как в последний раз, можно сказать. Или там с мыслями о том, что может быть и в последний раз. Но тогда, Света, если ты сейчас возьмешь новую тачку, никакого смысла нет ее через 3-4-5 лет менять на полностью электрическую? А дело в том, что сегодня цена на бензин невысокая. Кроме того, я так мало езжу, что для меня это вообще, даже если высокая цена, это никакая не проблема. Более того, вот эта вот девушка нам сказала, что у них там пару лет назад, да, выпускались вот эти же машины полностью электрические. И как бы никакого смысла их выпускать не было, потому что они могли на одной зарядке проехать порядка 80 лет. Потому что им батарею Тесла давала, не такую хорошую, как себе брала. Ну, дело не в этом. Дело в том, что 80 миль это не так много, а заправок нету часто. Поэтому еще займет 10 лет, пока по стране появится такое количество заправок, как бензинных. Знаете, ну разве мы ездим так много, ну ей-богу, а в Кремниевой долине тебе заправок хватит, как выше крыши? Ты знаешь что, ну специально ехать никуда не хочется. Вот, меня устраивает бензинная заправка. Я раз в месяц заправилась и езжу. Никаких проблем нет. Я тебе скажу вот, что мы сделаем. Если в какой-то момент ты захочешь полностью электрическую, и будет что-то такое, что действительно соответствует, я заберу у тебя эту. Подожди, ты еще поменяешь себе свою. Не, ну подожди, а что мне свою? Я тогда заберу у тебя, она мне очень понравилась. Она очень приятная. Очень понравилась. Я тогда у тебя заберу, а ты будешь ездить на полностью электрическую. Я думаю, что до этого не дойдет дело. Ну, посмотрим. Да.